Здравствуйте! В эфире программа «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. Снова в школу. Как сделать так, чтобы дорога к знаниям была безопасной? Сегодня говорим об этом сотрудниками госавтоинспекции, инспектором по пропаганде отдела надзора Ларисы Сергеевны Чупрына и Евгением Викторовичем Новиковым, старшим государственным инспектором дорожного надзора. Расскажите, пожалуйста, с такой сегодня больной вопрос для родителей, все ли будет хорошо с ребенком по дороге в школу, вообще как проходит приемка школ вот с вашей стороны? Мы ежегодно совместно с представителями управления по образованию, главным специалистом, объехали все образовательные учреждения города Бийска, как общеобразовательные, так и дошкольные. Все школы у нас готовы принять своих ребят, все изучают, готовы изучать, продолжать изучать правила дорожного движения, обучать детей правилам перехода проезжей части, разъяснять правила для велосипедистов и разъяснять правила для пассажиров, ну и, конечно же, проводить большую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с родителями. Во всех образовательных учреждениях у нас имеются стенды паспортов дорожной безопасности, где размещены схемы дом-школа-дом, ну и, конечно же, там находится ящик обратной связи с общественностью. То есть в этот ящик обратной связи с общественностью родители могут направлять свои пожелания, письма какие-либо, то есть как в адрес госавтоинспекции, так и в адрес образования. Любой родитель, то есть схемы все доступны, находятся они в фойе, любой родитель, провожая своего ребенка в образовательное учреждение, может просмотреть путь своего ребенка, ну и, конечно же, проследовать по этому пути, по безопасному пути. Также во всех образовательных учреждениях у нас закреплены кураторы госавтоинспекции, ну и руководители образовательных учреждений также разработали приказы, где назначили ответственного за правила дорожного движения. Также в каждой школе, в каждом детском саду имеется план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, имеются приказы о создании отрядов юных инспекторов дорожного движения, которые в течение всего года становятся неотъемлемыми помощниками сотрудников госавтоинспекции. То есть ребята участвуют в различных профилактических мероприятиях, в акциях, то есть проводят лекции, беседы со своими сверстниками. Ну и, конечно же, план ребят, то есть план работы отрядов ЮИД, которых в течение года ребята выполняют прилежно, также проводят мероприятия различные с сотрудниками госавтоинспекции, ну и самостоятельно. А вот по вашей практике, вот общаетесь вы с родителями, с детьми, в первом классе ребята ходят в школу уже сами или все-таки родители стараются за руку отвезти? Ну вообще родители стараются ребенка отвезти за руку. Единственное, что хотелось бы напомнить родителям, показывайте своим личным примером ребятам, как правильно перейти проезжую часть дороги. Ведь на сегодняшний день у нас зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, при котором 32 ребенка у нас являются пострадавшими. Из этих 29 ДТП 13 у нас усматривается как раз по вине несовершеннолетних, то есть это переход проезжей части в неустановленном месте. Ну и три случая у нас было зарегистрировано управление велосипедом ребятами, не достигшими определенного возраста, то есть детям не было 14 лет. Ведь ребенок, когда смотрит, как правильно родители его переходят дорогу, то есть мама если идет строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, при этом, естественно, посмотрев по сторонам, ребенок будет поступать точно так же. Ну а если в семье этого нет, то никакой педагог, никакой сотрудник госавтоинспекции этому ребенку объяснить, мне кажется, не сможет. Поэтому родители должны ежедневно проводить работу со своим ребенком, в школе об этом говорят постоянно. Сотрудники госавтоинспекции, кураторы, которые посещают образовательные учреждения, также напоминают деткам об этом ежемесячно. Ну и есть у нас прекрасный автобус Академии дорожной безопасности, который также проводит с ребятами профилактические мероприятия. И, опять же, напоминает ребятам, где необходимо переходить проезжую часть дороги, какие правила необходимо знать пассажирам, какие правила дорожного движения необходимо знать для велосипедистов, ну и так далее. Борис, вот сами говорите, нужно все-таки своим примером показывать, но одно дело, когда это взрослые, кажется, что это немножечко из-под палки, другое дело, когда ребята сами. Вот есть у вас помощники, вы сами сказали, юные инспекторы, что это такое и как попасть в них? Может быть, родители захотят пристроить ребенка? Да, пожалуйста, мы всем будем очень рады. Ну, я считаю, что в первую очередь ребенок должен знать правила дорожного движения, должен любить заниматься этим делом, то есть разъяснять это, это не просто так, да, знать правила дорожного движения, но необходимо уметь преподнести это деткам младшего возраста, ну и взрослым участникам порой дорожного движения, когда у нас ребята выходят с нами в какие-то профилактические рейдовые мероприятия и раздают взрослым участникам дорожного движения листовки, там листовки, либо обращения, либо какие-то свои творческие работы, где водителям указывают, что пристегни там самое дорогое, например, или пропусти пешехода, то есть, ну, попасть может к нам любой желающий, то есть обратиться в администрацию своего образовательного учреждения и сказать, что я хочу стать одним из воспитанников отряда юных инспекторов дорожного движения и милости просим, пожалуйста. Путь школы у кого-то покороче, у кого-то подлиннее, понятно, должны быть дорожные знаки, разметка, кто следит, чтобы все это было? Контроль за обустройством уличной дорожной сети, в том числе участков дорог, которые расположены в непосредственной близости у школ, возложена на госавтоинспекцию. В связи с этим в июле месяце госавтоинспекция по городу Бийску совместно с представителями администрации города Бийска проводила проверки таких участков. По результатам этих проверок администрации города Бийска были приняты все соответствующие меры реагирования, были восстановлены недостающие дорожные знаки. В тех местах, где была необходимость, была произведена обрезка кустарниковой растительности, обновлена дорожная разметка «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка в виде надписи «Школа либо дети». И на сегодняшний день у нас учебные заведения готовы и принимают своих учеников, которые ходят по безопасному маршруту в дом школы. Я знаю, что даже есть листовки специальные. Можете нам показать, как они выглядят, которые вы раздаетесь сегодня школьникам? Да, традиционно сотрудники госавтоинспекции города Бийска каждое 1 сентября посещают свое образовательное учреждение. Ну и, конечно же, раздают первоклассникам нашим вот такие листовки. То есть они называются «Дом, школа, дом». В этом году мы немножечко изменили дизайн, то есть добавили здесь основные правила дорожного движения для пешеходов, так как первоклассники у нас пешеходами, будут самостоятельно переходить с родителями через дорогу, следуя к своему маршруту «Дом, школа, дом». Согласно этого маршрутного листа родители, то есть первое домашнее задание будет дано родителям, чтобы они совместно со своим ребеночком изобразили свой безопасный маршрут, и чтобы ребеночек, то есть прописывая здесь опасные участки, безопасные участки, номер образовательного учреждения, ну и, конечно же, улицу, по которой проживает несовершеннолетний ребеночек. Ну и, конечно, я думаю, что если мама это сделает вместе с ребенком, и ребеночек будет следовать строго правилам дорожного движения. Еще пройдут несколько раз по этому маршруту вместе? Да, конечно, если еще пройдут по этому маршруту. Этот маршрутный лист будет вклеен каждому первокласснику в дневничок, ну и будет храниться в течение всего учебного года. Есть у нас, конечно, такие вот безопасные маршруты, но вот есть такие тропки, которые прям народными называются. Ну вот, ну не по зебре, не там, где надо, но вот прям сложилась традиция, что люди ходят там, и уже и детей к этому приучили. Могут ли, допустим, родители обратиться куда-то в ГАИ или в администрацию, чтобы, ну вот, сделали им там зебру, чтобы они точно были в безопасности, дети, вот, на этой тропке. По этому вопросу можно обратиться к владельцу дороги, это администрация города Бийска, с заявлением. Они это заявление рассмотрят и примут решение делать пешеходный переход, либо нет. А можете примеры привести? Так, ну положительным примером можно привести учебное заведение, это школа номер 20. Долгое время там не было дорожного полотна, которое могло бы позволить там в соответствии привести все технические средства организации дорожного движения. На сегодняшний день там положили асфальтобетонное покрытие, положили искусственные неровности перед пешеходными переходами, нарисовали необходимую дорожную разметку, установили дорожные знаки, и то есть вот 20-я школа у нас на сегодняшний день тоже включена в список по безопасной дороге. На сегодняшний день владельцам дороги принимаются меры по замене дорожных знаков, это касается пешеходный переход, который изготовлен на осенней основе, на дорожные знаки на желтом фоне. Это в первую очередь работы ведутся вблизи образовательных учреждений, на сегодняшний день у нас более половины школ уже оборудованы такими знаками, но на будущее эта работа будет продолжаться. Это касается и обустройства участков дорог возле школ, и искусственными дорожными неровностями. В этом году у нас еще планируются такие работы проводить по улице Мухачева в районе первой школы, по улице Мерлина, по улице Вальмаксимовой, это где и восьмая школа. Поэтому работа не стоит, все движется в планомерных, в лучшую сторону. Уже несколько лет наносится в городе такая желтая разметка, вот чем она отличается от белой традиционной? Данная разметка применяется для лучшего восприятия водителями наличия пешеходного перехода. Это сделано все для повышения безопасности дорожного движения. Действительно, в этом году много ведется ремонтных работ, и там, где никогда не было дорожного открытия, сегодня оно появляется, это и школа 20, и улица Ленинградская. Рядом есть учебные заведения, детские сады. Но не привыкли люди там ходить по правилам дорожного движения, потому что дороги были разбиты, и транспорт никогда особо не гнал. Сегодня как переучить местных жителей таких вот дворов, таких районов, все-таки ходить по земле? Нет, ну конечно, в первую очередь это безопасно как для взрослых участников дорожного движения, так и для малышей. Поэтому еще раз обращусь к родителям. Пожалуйста, будьте очень внимательны, осторожны при переходе проезжей части. Показывайте своим личным примером. То есть переходите проезжую часть дороги строго по пешеходному переходу. При этом, посмотрев по сторонам, убедившись, что вас водитель пропускает, но если, конечно, это регулируемый пешеходный переход, то есть обозначен светофорным регулированием, то только на зеленый сигнал светофора. Если даже на красные автомобили нет, только на зеленый сигнал светофора. Ну и, конечно же, приучайте к этому своих деток, несовершеннолетних участников дорожного движения, особенно у кого нет возможности у родителей провожать своих детей. То есть дети ходят самостоятельно. Ну и по возможности, конечно же, не оставлять детей одних на проезжей части. Также хотелось бы напомнить, чтобы родители пристегивали своих детей, использовали детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних. Ну и, конечно же, управлять велосипедом согласно правилам дорожного движения можно только с 14 лет при наличии, по-другому общего пользования, при наличии велошлема, налокотников, наколенников, исправного велосипеда, велосипеда, то есть велосипед должен оборудован быть световозвращающими элементами, катафотами, фонарем, ну и, конечно же, ручным тормозом. А вот, кстати, в этом году многие отмечали, что проводились, я не знаю, рейды или вот просто притормаживали велосипедистов. Ну, сотрудники госавтоинспекции о чем-то с ними говорили, разъясняли. Да, конечно, сотрудники госавтоинспекции постоянно проводим профилактические мероприятия, где разъясняют участникам дорожного движения, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Ну, конечно же, если у нас несовершеннолетний все-таки нарушил правила дорожного движения, то в отношении него составляется сигнальный лист, который затем отправляется в управление по образованию. Управление образования направляет его в школу, и там уже администрация образовательного учреждения проводит профилактическую работу с данным несовершеннолетним участникам дорожного движения. Ну, а если усматривается, вот произошло дорожно-транспортное происшествие, и усматривается вина ребеночка, то там уже мы подключаем ПДН, которые проводят работу с семьей, с ребеночком. Я знаю, что вообще Ваше ведомство так масштабно все готовится к началу учебного года. Вот в этом году сотрудники госавтоинспекции принимали участие в линейках? Да, все 100% сотрудников госавтоинспекции принимали участие у нас в проведении торжественных мероприятий День знаний. Все у нас обращались к родителям сотрудники госавтоинспекции, то есть напоминали о соблюдении правил дорожного движения, как пешеходам, пассажирам, ну и, конечно же, для велосипедистов. Напомнили правила дорожного движения основные. Ну, конечно же, пожелали всем ребятам удачного учебного года и безопасных дорог. Спасибо, что пришли, рассказали, какая работа была проведена перед началом нового учебного года. А на сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин